Валентина Кравченко Рогачевского райисполкома поблагодарил за активную гражданскую позицию и забегая вперед, скажем, после прямой линии и приема граждан, выехал непосредственно на место, где знакомился с ходом проведения работ. Их первый этап завершится приблизительно через месяц. Руководством Рогачевского райисполкома принято решение лучше сделать меньше по объему, но более качественно. Пока полностью благоустройство в микрорайоне не закончится, этот вопрос будет среди наиболее актуальных. Были изысканы денежные средства из районного бюджета, порядка 350 тысяч. Значит, данная сумма определенная подрядная организация. Проводятся строительно-монтажные работы. Ну, а ко второй части дворовой территории, если получится, то в этом году мы продолжим работу. Среди озвученного во время прямой линии конструктивное предложение, прозвучавшее от Александра Лейкина. Житель Рогачева высказался по поводу создания музея имени Владимира Короткевича, который, кстати, является самым популярным отечественным писателем в Беларуси. В райцентре уже есть улица и библиотека, которые носят имя прославленного мастера. Музей планируется создать в доме, где писатель создавал свои самые знаменитые произведения. Здание сохранилось до наших дней. Сейчас здесь живут родственники Владимира Короткевича, но по состоянию здоровья ухаживать за зданием им сложно. Председатель Гомельского облсполкома идею поддержал, но отметил, что сначала ситуацию необходимо внимательно изучить. Мы посмотрим то, что при ориентации под музей, то, что там люди проживают, посмотрим по этому вопросу. Мы учтем ваши предложения, посмотрим, как это правильно сделано. Спасибо. Земельные споры, жилищные вопросы и ремонт отделения Рогачевской ЦРБ. Тематика обращений самая разная. К примеру, на прием пришел фермер с просьбой о предоставлении дополнительных пассивных площадей. Его 200 гектаров не хватает, чтобы содержать около 400 животных. В результате показатели по производству молока упали с 24 литров на корову до 18. Председатель облсполкома подчеркнул, что фермеры, которые демонстрируют хорошие результаты, должны получать помощь и поручил местным властям разработать варианты. Все озвученные людьми вопросы взяты под личный контроль губернатора. Также стало известно, что в ближайшем будущем выездные приемы в районах главы области и его заместителей будут проходить два раза в месяц. Соответствующий график сейчас разрабатывается, и вы сможете ознакомиться с ним на сайте облсполкома, либо позвонив в отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц облсполкома. Кроме того, до проведения приема, как правило, будет запланировано проведение прямой телефонной линии, и те люди, которым тяжело, скажем так, приехать, либо не имеют возможности, смогут позвонить на указанные телефоны и задать напрямую вопрос губернатору, либо его заместителям. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова